Я рад всех приветствовать на нумизматическом семинаре Института общей истории РАН в таком несколько неожиданном для нас для всех формате на платформе Zoom, поскольку еще неделю назад мы планировали собираться очно на Ленинском 32А и подключать по Zoom только тех коллег, кто по объективным причинам не может быть в Москве в это время. Но сложившаяся ситуация, введенные ограничения. Все случилось так, что мы должны вынуждены выступить сегодня, собраться в Zoom. Но я думаю, это нам не помешает, в нашей дискуссии. Наш семинар, который проводит уже свое третье заседание, заявляет широкую тематику различных нумизматических исследований. И лишний раз с сегодняшним докладом мы показываем то, что мы держим свое слово и тематику эту соблюдаем. Первый доклад, который был прочитан еще в апреле этого года, был посвящен античной нумизматике Сергея Анатольевича Коваленко. Второй доклад в мае этого года был посвящен древнерусской нумизматике Василия Васильевича Зайцева. И сегодня Александр Владимирович Копьян расскажет нам, мы поговорим сегодня с ним о восточной нумизматике. Я сразу хочу сказать, что формат нашего заседания, он традиционный. Это доклад выступающего, потом дискуссия в свободной форме. Мы не ограничиваем вас ни во времени, ни в вопросах, ни в формате дискуссии. Пожалуйста, все, что угодно. Единственное, я должен предупредить, что мы делаем записи наших семинаров и потом будем выкладывать эти записи на YouTube-канал нашего института. Вот я думаю, уже на будущей неделе мы выложим лекцию Коваленко и лекцию Зайцева, чтобы как можно больше исследователей, нумизматов, любителей нумизматики смогли познакомиться с этим материалом. Поэтому, если вы захотите продемонстрировать какие-то материалы, не опубликованные, например, мы можем этот кадр вырезать или заблюрить. Мы поработаем потом, мы делаем монтаж видео, поэтому ничего такого страшного нет. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий вырезали, мы тоже можем его вырезать. Если хотите, чтобы оставили, оставим. Поэтому лекция и дискуссия, они потом будут в сети опубликованы. Наш семинар сегодня, вот на этот сезон, скажем так, весенне-летний завершающий. Мы уйдем на такую летнюю паузу на июль, на август и встретимся в следующий раз уже в сентябре. Мы точно не знаем, кто будет нашим докладчиком, поэтому я приглашаю всех коллег как-то списываться, общаться. Мы принимаем самые разные предложения. Если кто-то хочет выступить в качестве докладчика, мы будем только рады. Поэтому, наверное, где-то в начале сентября мы вновь запустим такую дискуссию, диалог о последующих темах. И, пожалуйста, будем, конечно, продолжать. Но я думаю, что следующее заседание у нас состоится во второй половине сентября. Ну и чтобы уже перейти непосредственно к теме сегодняшнего выступления, я, по-моему, Андрей Яковлевич хотел показать нам книгу. Да, я буквально минутку отвлеку ваше внимание, уважаемые коллеги. Вот такая вот книжка вторым изданием вышла буквально недельку назад. Сергей Николаевич Шевцов «Империя, Северная Сун. Монеты и события». В ноябре было первое издание, 100 экземпляров. Разлетелись они за два дня буквально. Потом пошла предварительная подписка на второе издание. Так что, кому будет интересно ознакомиться или получить эту книгу, можно обращаться прямо ко мне непосредственно. Тираж у меня живьем на полу. Уже треть разошлась. Подписки там где-то порядка 80 экземпляров. Ну, два десятка еще остается. Так что, бога ради, кому будет интересно. Просто состав участников здесь на семинаре несколько иной, чем мы на Зена, допустим, там на других сайтах размещали. Вот, если кому-то это интересно, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Спасибо. И я передаю слово нашему сегодняшнему докладчику, Александру Владимировичу Акопяну, кандидату исторических наук, младшему научному сотруднику Института Востоковедения РАН. Тема очень интересная. Сифивитская нумизматика. Обзор современного состояния исследования. Александр Владимирович, пожалуйста, ваша кафедра. Спасибо, коллеги. Как меня слышно? Слышно? Нормально, да? Хорошо. Ну, я, во-первых, хотел бы, конечно, поблагодарить организаторов семинара за приглашение выступить в отделе сравнительного изучения древних цивилизаций Института Востоковедения РАН. Ну, так получилось, что вот мы встречаемся все-таки не в живем, а в Зуме, но в этом тоже есть определенные плюсы, поскольку есть те, кому удобнее, конечно, подключаться через Зум, поэтому я думаю, что это скомпенсирует остальные какие-то неудобства. Действительно, вот как говорилось на прошлых семинарах, прошлые семинары были по античной и древнерусской нумизматике, а сегодня мы обратимся к нумизматике мусульманской, и в своем докладе я постараюсь компактно осветить тему сифивитской нумизматики, осветить последних исследований, которые особенно интенсифицировались в начале 21 века, вот за последние два десятилетия. И хотя тема сегодняшнего выступления относится к времени позднего, средневековья, надо сказать, что монетное дело, как вообще, так и на Востоке в особенности, предмет весьма консервативный. Так что я постараюсь в своем докладе отдельно указать на традиционные для мусульманской нумизматики моменты, а отдельно освещу тем инновациям, которые появились в сифивитской времени. Так мы сегодня будем говорить о нумизматике сифивитского Ирана. Период, который мы будем рассматривать, обнимает 16-17 века с 1500-х годов до 1722 года, года падения сифивитской династии. В самом начале 16 века Иран объединяется под властью Исмаила Сифиви, потомка ордобильского шейха Сифи, основавшего в 14 веке суфийский дервижский орден Сифиви, который позднее стал шиитским. Это была очень знатная фамилия, состоявшая через браки матримониально в родстве с султанами Абкоинлу и с трапезунскими камнями. Сифивитский период – очень важный период в истории Ирана. Он начался с политического возвышения потомков ордобильского шейха и закончился растворением установившегося порядка в 1622 году под натиском небольшой группы афганцев. В сифивитское время, так сказать, можно сказать, что начинается современный Иран. То государство, которое было создано Исмаилом Сифиви, отмечает зарождение иранского национального государства, появление той государственной модели с той государственной религией двуминастеричного шиизма, которая с тех пор непрерывно существует в таком качестве на территории Ирана. Наверное, было бы некоторым анахронизмом называть сифивитский Иран современным национальным государством. И важно понимать, что во многих отношениях сифивитское общество продолжало прежние модели и практики, от чеканки монет до административных институтов. На самом деле, конечно, сифивиды сознательно строили свою легитимность на прошлых традициях, восходящих к монголам и к тимуридам. Тем не менее, верно и то, что сифивиды внесли много оригинального, особенно в области государственного управления и его легитимации. В разных аспектах их наследие сохраняется поныне, что делает их правление важнейшим связующим звеном между ранне-средневековым или, как сейчас даже называют, домодерновым и современным Ираном. Сифивиды объединили большую часть Ирана под единым политическим контролем, превратив преимущественно племенной кочевой порядок в оседлое общество, получающее большую часть доходов от сельского хозяйства и торгов. У наследована от предыдущих правителей концепцию санкционированного богом правления, они наполнились совершенно особым содержанием, провозгласив двенадцатеричный швизн на своей государственной ревне. Сифивиды ввели в политическую систему принцип совпадения территориальных и религиозных границ. Таким образом, заложили основу для более позднего иранского национального государства. Сифивидский Иран также важен как часть более протяженного культурного континуума, который включает в себя три соседних государства, два из которых вместе с сифивидским Ираном называют пороховыми империями. Это Могольская Индия и Османская империя. А все три, иногда к ним причисляют и узбекское государство, Шибамидов, как раннесовременные премодерн мусульманские империи. Общность между этими политическими образованиями заключалась, прежде всего, в том, что они пребывали в едином культурном пространстве, будучи наследниками общих тюрко-монгольских моделей и традиций. И имели культуру, которая на элитарном уровне выражалась в персидском языке, пронизанном мусульманскими взаимно понятными культурными мотивами и коннотацией. Такие традиции и образцы отражались в способах ведения войны, торговли, депутатов между этими государствами. Внутри этого мира свободно мигрировали люди, перемещались товары, деньги, драгоценные металлы, свободно распространялись идеей, что в совокупности оправдывает их объединение в некоторую такой айкумену. Купцы путешествовали по всему этому миру между Исфаганом, Бурсой, Алепой и Измиром, между Исфаганом и Лахором через Кандагар, между Мишхедом и Бухарой, или по морскому маршруту между Бандарабасом и Малабарским побережьем, или портами Крамандельского берега, это уже восточный берег Индии. Иранцы легко адаптировались при дворе великих моголов. Сефевиды вели войны против осман и в меньшей степени против моголов и узбеков под знаменем шиитской веры. При этом взаимные дипломатические миссии были тщательно продуманными предприятиями, в которых участвовало большое количество людей, обилие ценных подарков. Та естественная среда, в которой городские центры и окружающие их оазисы были некоторыми островами в огромном океане, создавала коммерческую связь, поддерживаемую движением караванов, многочисленным караван-сараем и той правовой системой, которая была направлена на предотвращение краж и ограблений караванов. И, наконец, последнее, что надо сказать из такого краткого исторического видения, сефевиды не пассивно наблюдали за активизацией и ускорением связей между Ираном и остальным миром, включая мир за пределами исламского горизонта. Эпоха сефевидов, совпадающая с пиком так называемой коммерческой революции, в особенности правления Шахабаса I, отмечена растущим торговым и дипломатическим взаимодействием с землями, расположенными, конечно, в первую очередь вдоль бассейна Индийского океана с Индией, но также и с Османской империей с Центральной Азией, с Россией и в основном морским путем с Западной Европой. Шахабас распространил свою власть до берегов Персидского залива, дал своей стране новый выход к морю, создав порт Бандарабас, который стал точкой входа в оживленную морскую торговлю с Индийским субконтинентом и с Юго-Восточной Азии, в первую очередь такими товарами, как специи, сахар и текстиль. Стремясь обойти своих заклятых врагов-османок, исследуя альтернативные торговые пути. Тот же Абас I, как известно, открыл свое государство для западных купцов, в частности для агентов новосозданных английской и голландской морских компаний, предоставив им коммерческие привилегии и права в обмен на покупку фиксированного количества шелка из перца. Между тем, общий страх перед османами заставлял Сефир сближаться с христианскими государствами Европы от Испании и Португалии до Папского престола в Польше и активно расширяющейся в это время Московию. Дипломатические отношения между Ираном и Европой, направленные на заключение антиосманского союза, восходят к периоду еще до Сефивидов, до 1500-х годов. Но, конечно, они особенно усилились при Сефивидов, начиная с правления Шаха Исмаила в начале 16-го века. И в этом вопросе при Шах-Абасе был сильно расширен круг к посольствам и их чистотам. Было совершено огромное количество миссий на Запад, были получены ответы из европейских столиц. Одновременно он высказывал себя восприимчивым к поселению христианских миссионеров в Иране. Но, в общем, эта общая антиосманская цель отошла на второй план и уступила место коммерческим интересам после заключения мирного договора Захабского в 1639 году. Однако европейские контакты с Ираном не прерывались до начала 18-го века и продолжились дальше, доведя страну до, конечно, в 19-м веке, до такого полуколониального состояния между ближайшими, крупнейшими и сильнейшими державами, между Великобританией, действующей из Индии, и Россией. Переходя, собственно, к нумизматике, надо сказать, что именно монеты и монетные клады являются одним из наиболее важных типов источников, которые используются для реконструкции экономической, политической и, естественно, нумизматической истории сельфивитского Ирана. Дело в том, что исторические хроники этого периода очень редко содержат нумизматические сведения, и единственным таким значимым исключением в их ряду является опубликованный нашим востоковедом Владимиром Мунорским в 40-х годах поздний сельфивитский трактат «Паскират аль-Маулюк» «Наставление царям». Это совершенно особый трактат, он был создан специально для афганцев, которые только что завоевали Исфаган, и они не понимали, как управлять этим огромным и сложным государством, и для них был написан вот этот мануал. В нем исключительно подробно расписана государственная машина, в том числе и деятельность, связанная с выпуском и обращением денег, в том числе деятельность монетного двора, обязанности его персонала, списки работающих, круг их обязанностей и так далее. С некоторой большей аккуратностью надо подходить к аналогичному по своему посылу источнику, созданному при грузинском дворе, это Дастур-Ламали. Тут дело в том, что надо не забывать определенную административную и финансовую обособленность Грузии от остального Ирана. Еще в двух позднесефиритских руководствах, опубликованных недавно коллективом под руководством профессора Руди Мати, они без названия и условно называются анонимное руководство, а второе руководство Мерзина-Гина-Сири. Есть некоторые сведения, которые дополняют Аскерат Аль-Мулюк. Поэтому, да, и помимо этого, конечно, есть огромный пласт записок европейских путешественников и торговых дневников армянских купцов. Но, тем не менее, изучение сифилидского монетика в первую очередь базируется на самих монетах, как на первостепенном историческом источнике. Надо сказать, что вот такое наблюдаемое молчание нарративов о нумизматических данных, о монетной истории. Оно вообще характерно для восточных письменных источников. Обращаясь к собственным монетным источникам, нужно оценить репрезентативность этого корпуса, который, в общем, на сегодняшний день можно охарактеризовать как довольно высокую. Она достигнута благодаря... Такой уровень репрезентативности достигнут благодаря довольно долгой традиции публикации сифилидских монет, начавшейся еще в XIX веке. Ну, единичные монеты публиковались еще в XVIII и даже в XVII веке. Но уже как корпусы монет из различных собраний, такая публикация целенаправленно начинается с XIX столетия. В первую очередь это собрание Британского музея, которое было опубликовано Реджимом Стюартом Кулем, знаменитым ориенталистом, и из императорского эрмитажа, которое было опубликовано Алексеем Константиновичем Марковым. С середины XX века начинаются публикации монет из Тибрийского музея. Их публикует Сейд Джамаль Табатайвайин. Из Национального музея Грузии. Это две публикации Тимотина Самсоновна Кутелия. И в начале XXI века уже в наше время публикуется собрание музея Эшмала с замечательным введением Стива Альбома. Частично опубликована коллекция университета Тюбингена. По харассанским словам частично опубликованы коллекции Государственного исторического музея Азербайджана в книгах Алира Джабли. И важно отметить, что были не публикации частных коллекций, это иранских. Это в первую очередь коллекция Хуршанга Фарахбакша, опубликованная еще в 70-х годах в Восточном Берлине. И вот совсем недавно вышедшая публикация коллекции Бахрамала и Дени. А также очень важны исторические источники пополняющиеся онлайн базы данных. Это Зена, число сифивильских монет, которое уже превышает 3000. И база Американского монизматического общества. Как особый род источника исключительно важна в багажных опубликованных кладах, общим числом более 2000, с территории Закавказья, которая была собрана Евгением Александровичем Пахомровым с конца XIX века по 1960 год. Наиболее ранними дескриптивными работами по монизматике сифивидов является фундаментальная монография Роджинеля Стюарта Пуля, предваряющая публикацию монеты в Британском музее. Она вышла в конце XIX века. А также работа британского генерального консула в Смирне Геоцинта Робина Диборга Мале, опубликованная в 30-40-х годах. Обе они сохраняют актуальность до сих пор. И надо сказать, что положения, выдвинутые в более поздних исследованиях, практически утратили свое значение после выхода в свет работы Астивальума, обобщенный в его чек-листе 2011 года. Это классификация общепризнанная, его классификация общепризнанная для сифивидских монет, за исключением, пожалуй, новой типологизации медных монет, которую я предложил в 2017 году. Еще одна веха – это недавно опубликованная капитальная монография «Денежная история» Ирана от сифивидов до Каджар, за авторством Руди Мэти и его соавторов, в которой подытожены предыдущие исследования, также выдвинутые определенные новые концепции, имеющие свою важность. Например, о триметаллической денежной системе и так далее. Таким образом, накоплен довольно большой эмпирический материал. Существуют важные каталогизации и обобщения, так что на их основании можно переходить, собственно, к обзору того, что представляло собой сифивидская нумизматикой и ее особенности. Вначале я бы хотел поговорить о монетном деле при сифивидах и его характерных особенностях, а затем уже о важнейших нумизматических событиях, которые происходили в правлении каждого шаха. Ну, начнем разговор о сифивидской нумизматике с базовых юридических понятий, которые регулировали в исламском мире монетное дело. Надо сказать, что политические вопросы, в частности, вопрос легитимности правоприемства, играл исключительно важную роль в исламе с самых первых лет его существования. Самое первое разделение внутри исламской общины, уммы, произошло именно по политическому вопросу о полноте халифской власти, что привело к выделению хариджитов. Практически с самого раннего времени в мусульманском праве двумя основными признаками независимости правителя были первое, упоминание его имени в худле. Это особая проповедь, которая специальным образом писалась и рассылалась по всей подвластной территории. Она произносилась в пятничной молитве, на которую должны были собраться все взрослые мужчины. И в этой худле должны молиться за здоровье правителя. И второе право – это осуществление права СИПКа, то есть монетное право, юс монеты. Выпуск монеты со своим именем. Оба этих законных права служили целью провозглашения имени правителя на подконтрольной имени территории через две наиболее укорененные социальные практики. Обязательное пятничное моление и финансово-фискальные отношения. Их совокупность сохраняла первостепенное значение и в сифивитскую эпоху. Паскерат Аль-Мулюк, слава и удача шаха прямо связывались с СИКа и Халифа, то есть с халифским СИКа. Контексты, в которых слово СИКа встречается в османских, армянских и грузинских нарративах сифивитского времени, указывают на его употребление только в значении штемпеля. А действия, описанные в легендах молитвенных формул сифивитских монет, должны относиться именно к штемпелю, когда употребляется слово СИКа, а не к отчеканинам им, к серебряным или золотым монетам. Так шах обладал правом юз монеты на всей подвластной ему территории. Но непосредственно осуществлял его только в шахском домене, Хасэ, и в провинциях, не имевших ханского управления. В других регионах шах мог предоставлять местным правителям и подзывать у них право хаказарп, то есть право производства монеты. Производство монеты имеется в виду без имени того, кто ее производил. Согласно шариату, право СИКа обычно распространялось только на серебряные и золотые монеты, однако из этого правила существовали исключения, о которых мы дальше поговорим. Важно отметить, что ко дню официального восшествия на престолу Джулусу уже должны были быть вырезаны новые монетные штемпеля и отчитаны новые монеты, которые раздавались приближенным шахом в тот же день коронации. Это правило было настолько важным, что отсутствие готовых штемпелей могло даже задержать интернизацию. И затем уже монеты с новой датой вводились накануне Нового года и РФ наступавшего в день Бессиньего Романтического между 20 и 22 марта. Всего за время правления Сифигидов функционировало около 130 различных монетных дворов. В персейской они называются Зарабхана. В различных городах, но одновременно обычно не более 40-50. Что касается территориального распределения, то в центральной и особенности в восточной части Ирана, вот такие зеленые окружности, центральная и восточная часть Ирана, находились дисперсно расположенные единичные монетные дворы. И напротив, высокая концентрация монетных дворов наблюдается в приграничных зонах с Россией, при Каспии и Закавказье, с португальцами и европейцами, с которыми торговля шла вдоль побережья Персидского залива и вдоль восточной границы с Османской империей в Закавказье. Эти три зоны выделены красным цветом и если вот при Каспийской зоне действительно много монетных дворов, в остальных, как бы кажется, по карте, что их мало, но количество монет чеканенных на них несоизмеримо больше тех, которые чеканились в центре и на востоке Сифиридского государства. Наиболее продуктивными были монетные дворы столичные Тибриз, естественно, Испахан и Казвин, но не менее продуктивные и активные были монетные дворы, находившиеся в приграничной с Османской зоне, это Ереван, Тифлис, Нахичеван и Шамахлан. В пограничном с Россией при Каспии это Решт, Лахиджан, Амбуль, Сари, Барфуружде и вплоть до Астарабада. В восточной зоне, конечно, наиболее населенные города это Мишкет и Герат и, естественно, они наиболее активные монетные дворы. В центре это Священный Кум, это Кашан, Шерас и Ест и в области Персидского залива это Хувейза, Дисфуль, Шустар и другие дворы Хузистан. Что касается традиций датирования монет уже по давно устоявшейся ко времени начал Сифирицкого правления традицией все монеты хорошо датированы за редчайшим исключением монетный двор и год выпуска монеты по Хиджере обязательно указывалось на Сифирицких монетах. Разветвленная сеть монетных дворов и обязательность указания места и года выпуска на монетах надо сказать это все традиционные признаки исламской нумизматики ведущие свое начало еще со времен ее становления. Изредка название монетного двора сопровождалось его лакабом то есть почетным титулом и таких титулов известно порядка сорока. Монетные дворы представляли собой сложное производство в технологическом процессе которых участвовали рабочие более чем 20 различных профессий. Это все перечислено но по всей видимости число людей задействованных на монетном производстве варьировалось от монетного двора к двору потому что мы знаем описание более простых монетных дворов. вот это монетный двор из Хагана это как видно большое трехэтажное здание с внутренним двором но у нас есть монетный двор располагался на краю базара там вутлой лачушке где чеканились монеты то есть это все варьировалось от двора к двору в зависимости от того насколько интенсивны было монетное производство в этом городе да вот тут даже на верхнем этаже видны люди которые по всей видимости держат в руках молотки с стемпелями да это они не танцуют это они монет чекани вот ну как правило может быть из Фагана это некоторое исключение как правило монетные дворы размещались на базарах или рядом с ними мы точно знаем об этом случае Астарабада Еревана и Тифлиса вот в Ереване монетный двор находился в районе рынков и Караван Сараев который так и назывался Гантар по названию Меры Веса он находился довольно далеко от дворца местного правителя Калай который в общем-то его никак не контролирует ведущие позиции на монетном дворе занимали глава монетного двора Зарабаши и царский пробирщик которые зачастую происходили из армянских гулян это были одни из самых высокопоставленных чиновников Сифивитского двора имевшие право участвовать в диване и даже присутствовать на частных аудиенциях шах обычно Зарабаши являлся подрядчиком предложившим за монетный двор наибольшую наивысшую цену которая в виде предоплаты отходила шаху через главного пробирщика Муайра Мамалик что касается суммы откупов вот въезде например сумма откупа составляла 600 туманов в год в Ереване мы знаем 1500 туманов в Асфагане в период активности достигало 2500 туманов по всей видимости сопоставимы с объемами монетной чеканки потому что в Асфагане в период активности это 2500 туманов а в начале афганского правления после завоевания афганцев всего лишь 500-700 туманов разные ситуации разные объемы разные суммы откупная практика освобождала государство от организации всего цикла производства монет однако могла приводить к появлению низкокачественных чтобы этого не случалось центральные власти сохраняли определенный контроль за монетными дворами последние регулярно инспектировали специальными наблюдателями производство монетных штемпелей было централизованным и каждый год их рассылали из столицы по монетным дворам при этом старые штемпели обязательно уничтожались помимо откупа шаху отходил процент с металлопеределанного в монету и общий сеньораж достигал 4-7,5% при этом сохранялся открытый принцип монетный чеканки монетная система при сифивидах продолжала традиции возникшие после завоевания Ирана монголами в 13 веке когда было восстановлено производство серебряной монеты в ходе этого процесса в финансовую сферу проникла монгольская счетная единица тумен которая по-персидски произносилась туман и стала обозначать 10 тысяч динар со значительной девальвацией обе единицы туман и динар сохранились до сифивидской эпохи пережили ее и используются поныне туман при сифивидах все государственные финансы рассчитывались только в туманах 10 тысяч динаров в динарах в основной единице и в данных 1,6 динара эти единицы являлись счетными их множество образует один из базовых элементов монетной системы счетные единицы другим элементом монетной системы была линейка номиналов чеканенных монет реальные монеты назывались нафты эта линейка варьировалась в различное время а также и третий компонент монетной системы это был монетный стандарт установленный вес основной единицы в металле определенный проб в исследованиях по сифивидской анониматике монетный стандарт серебряных монет выражается в виде числа нохудов чистого серебра в одном тумане нохуд это 1,24 не скаля нохуд буквально горошина и это предел точности нормативного веса использовавшегося в монетном и в ювелирном деле вплоть до середины 20 века монетный стандарт медных монет обычно выражается через нормативный вес их поскольку исчисления в нохудах слишком громоз в течение почти 350 лет правления сифивидов нормативное содержание серебра в тумане уменьшилось в 8 раз если говорить в граммах то с 1800 грамм до 230 грамм но при этом вес монет всегда хорошо выдерживался а пробы серебра в них оставалось неизменно высок название номиналов содержание в них счетных единиц никогда не отображалось на сифивидских монетах в официальных документах и практически не упоминалось в источниках эта важная информация известна преимущественно из сведений европейских купцов иранские золотые монеты обычно назывались тилла или зар это вообще общий термин для золотых монет первый арабский второй персидский или же туман как правило их вес ориентировался либо на египетский ашрафик 3,5 грамма либо на иранский мискаль 4,61 грамм и эмиссия золотых монет в Иране следовала за завоеванием османами Египта в 1517 году в результате чего вообще вырос экспорт золота через Красное море и Персидский залив и в общем только это по сути и позволило выпускать сифивидом собственные золотые монеты монетные дворы на которых чеканин золото были сосредоточены области шахского домена ну и в небольшом числе соседних Бедлербекст Мишхеде Харасане Вазабаре да наличные деньги как я говорил они назывались Нахт 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 это арабского глагола Нахада который имеет значение сортировать и отбирать хорошие экземпляры отсюда же и древнерусская нагата эмиссия различных номиналов наличных денег осуществлялась в разных объемах наибольшим тиражом всегда чеканился самый употребительный серебряный номинал сначала это был шахи в 50 динар затем по мере уменьшения нормативного веса это был 100 динар сад динар а потом уже в конце аббасик 200 эмиссия же более крупных номиналов или наоборот мелких фракций была существенно меньше начало и прекращение чеканки номиналов крупнее обычных регулировалось особыми шахскими фирманами младшие номиналы были востребованы понятное дело ювелирами монеты крупные использовались преимущественно в качестве подарков для раздачи в Новрус и там для каких-то может быть еще презентационных целей в рамках одного монетного типа который определяется в сиферетской маниматике надписью оборотной стороны обычно выпускалась вся линейка золотых и серебряных монетов есть также пул карапуль полисия то есть черный пул по-тюркски или по-персидски фулус обычно была региональной валютой которая чеканилась ну как минимум на 70 монетных дворах по всему сиферетскому государству как правило фулус сохранял цену лишь в течение года выпуска и обесценивался после выпусков новых типов накануне Нового года на груз в большей степени конечно чем остальные монеты фулусы были так сказать фиатными то есть кредитными деньгами поскольку их номинальная стоимость была завышена в 2-3 раза по сравнению с ценой содержащейся в них меди регулярные замены местной медной монеты на Нового по-персидски тахайор дадамин были широко распространены в Иране тогда как пропуски таких замен в отдельные годы были довольно необычны и даже удостаивались особого упоминания в эпитафиях тех правителей которые так делали но понятно что региональные правители которые были монетными сеньорами в отношении медной чеканки имели значительный ежегодный доход от девальвации старых фулус превратив их таким образом в свободные деньги что в общем не возражало не вызывало возражения центрального дивана поскольку уменьшало давление регионов на центральную казну получение денег с начала 16 века и до конца и до конца 1560-1580-70 годов а также после 1629 года в Иране существовало два вида монетной эмиссии один из которых осуществлялся шахом а другой местным правителем каждый вид монетной эмиссии порождал свои монетные зоны характеризующиеся разными регуляторными нормами первую монетную зону составляли общегосударственные монеты золотые которые в основном служили средством накопления или употреблять церемониальных целях но редко использовались во внутренней торговле и серебряные монеты бывшие кровью иранской экономики обращавшиеся по всей стране эти монеты выпускались шахом на основании его права сей они использовались для финансовых операций в фискальных целях по всему государству независимо от места производства до начала 1580-х годов зона общегосударственных монет состояла из двух подзон западной и восточной характеризовавшейся разной скоростью последовательности изменения веса но это мы отдельно поговорим уже о конкретных монетах при конкретных правительстве второй уровень зон формировался локальными эмиссиями местных медных монет выпускавшихся региональными правителями в осуществлении ими своего права хаказа эти монеты находясь в обращении испытывали комплексное воздействие временных и территориальных ограничений не выходили за пределы региона своего города и могли завершить свое обращение вот в этом но монетная система сифибетского государства претерпела значительные изменения в особый период с конца 1560 по 1629 год когда шахи выпускали от своего имени и медные монеты и вот для этого периода можно постулировать существование единой триметаллической денежной зоны полностью находившейся в ведении шаха переходя от иерархии монетной зоны к географии локальных зон надо сказать что в сифибетском иране во-первых сохранялись сложившиеся в предыдущую эпоху сферы обращения монет то есть это тот круг заранее определенных полтежей в которых они принимались золотые монеты могли выполнять все стандартные функции монет но обычно им отводилась только церемониальная иерархии они выпускались шахом но служили в первую очередь для демонстрации осуществления им своего права ситки при вступлении на престол и в наврос они практически не обращались среди населения шах даже не всегда чеканил новые золотые монеты но мог использовать венецианские дукаты или их османские подражания и другие европейские монеты которые временами настолько доминировали при крупных платежах что некоторые путешественники совсем не видели в Иране местных золотых монет наоборот серебряные монеты были кровью персидской экономики они питали всю ее внутреннюю торговую благодаря активному товарообороту с Османской империи Россия Европы и Индии первые на запад главным образом экспортировали шелк и специи в Иран который не имел внутренних серебряных месторождений стекалось монетное серебро пробам серебра в течение всего сефивитского времени находилась на неизменно высоком уровне это сохраняло доверие к ней со стороны населения существование большого числа разновременных разрозненных серебряных выпусков находилось под наблюдением монетных менял умевших правильно определять подлинность и ценность различных монет более того менял формировали то что называлось киса возможно от этого слова происходит слово кисет то есть мешочки содержавшие определенное количество проверенных ими серебряных монет до 50 туманов которым они прикрепляли личные печати после чего запечатанные киса поступали в обращение но несмотря на строжайшие запреты золото и серебро в огромном количестве уходило из Ирана выйти и наконец медная монета в ней собирались локальные налоги в ней исчислялись откупные статьи пошлины связанные с ежедневной розничной мелкоаптовой торговой деятельностью они характеризуются сложным набором характеристик которые с одной стороны определились статусом их имитента локальным а с другой стороны их металлической природой так как они выпускались из недрагоценного металла и вес металла в монете лишь условно влиял на ее номинальную цену тем не менее несмотря на такие временные и территориальные ограничения обращения медных монет их имитент гарантировал обмен валидных фуусов на серебряную монету такая совместная территориальная характеристика валидности монеты изготовленных из любого металла называлась в секретической номинатике в 16-17 веке адель то есть законная а в 17-18 веке называлась раич то есть ходячая эти термины встречаются и в монетных легендах но особенно часты в виде начеканов подтверждающих обращение старой монеты ну вот на этом наверное закончим обозрение характеристик и перейдем к описательным событиям которые происходили в правлении того или иного шаха ну Исмаил первый первый сифибитский шах в первый же год своего правления Исмаил выпускает новую серебряную монету в 50 динаров весом в 9,4 грамма она в два раза тяжелее предыдущих монет которые назывались танки и поскольку впервые в 1501 году Исмаил покорнавался как шах впервые за много столетий в Иране появляется шах который к тому же указывает свой титул на монете это четко видно на этом шахе этот номинал Исмаила первого стал называться шахе такое название закрепилось в дальнейшем за всеми 50 динаров Исмаил первый в основном сохранил традиции монетного дела которые сформировались до него ну во-первых продолжилась практика точного последовательного датирования монет годами фиджи строго цифрами как вот на монете на этой серебряной монете вот здесь мы с края видим 916 указание на них монет на дворах предваряемое словом зарп иногда помимо зарп он писал и бельбут то есть добрая превосходная монета сохранялось большое количество монетных дворов до 70 осталось разделение монетных прав и монетарных зон между шахом выпускавшим серебро и золото от своего имени для всего государства и местными управителями де-факто самостоятельно своей денежно-кредитной политикой дизайн монеты с моего первого продажи заложены еще при тимулидах сохранявшиеся при аккоинде монетное поле как вы видите и на серебряной и на золотой монете плотно заполнено арабским текстом выполненным простым и не очень декоративным почерком насх в надписях использована пространная пышная титулатура с большим количеством титулов с лакабами с низбами вот на золотой монете здесь Алядиль Аль-Хади Аль-Уали Абуль-Музафар Бахадур Ас-Сафиби с бенедикцией Хульдалла Мультихуду Да Увековечит Аллах Его власть и так далее но вот текст самых ранних монет из моего первого задал те правила которыми сафибитская нумизматика следовала в течение всего шестнадцатого столетия сафибиды провозгласившие государственные религией двенадцатеричный шиизм отразили это сразу же на самых первых своих выпусках за исключением краткого правления из моего второго на лицевой стороне монет обязательно выставлялся шиитский символ веры шахады вот он виден например в центре монеты золотой нет Бога кроме Аллаха Мухаммед посланник Аллаха Али друг Аллаха вокруг нее часто часто писались имена двенадцати имамов почему это называется двенадцатеричный шиизм поскольку признается после Али признаются еще двенадцать имамов как руководители исламской уммы и после которых уже сокрытый имам который пропал и вернется уже во время страшного суда ближе к страшному суду предваряем здесь мы видим рамку например вот на золотой монете очень интересно сделана рамка выполнена из слов Али поскольку из этих двенадцати имамов четверо нас носили имя Али и вот эти четыре Али они образуют эту рамку за пределами которой имена остальных имам зачастую обращение к халифу Али выносилось в центральный картуш в виде воззвания Я Али или же имена как здесь образовывали такую каллиграфическую комбинацию то что называется мельничными крыльями из четырех повторенных слов Али а это же мы видим и на вот этой вот монете серебряной астробатской 1504 года здесь сделано наоборот здесь имена Али образуют крест внутри которого между лопастей которого размещены остальные имена снаширидских имамов и лишь по краю пущенная шахами это тоже очень важный момент который показывает иерархию этих текстов что было важнее шахада или перечисление 12 имамов зачастую перечисление 12 имамов было важнее мы увидим это дальше тоже на монетах Исмаила первого в первые в иранской практике стали использоваться религиозные дистихи пока в его время еще на арабском языке география чеканки шахи следовала за завоеванием Исмаила первого и западным и восточным направлением однако на некоторых новопросоединенных территориях сохранялись местные монетные системы это так случилось в Шерване где продолжили чеканить местные Акче в Мазендаране при Каспии где чеканили легкую Таньгу в Геляне еще более легкую Таньгу на побережье на побережье персидского залива продолжался выпуск Таньги и ларинов и вот ларины они выглядели конечно очень своеобразно это вот нижняя монета они представляли собой серебряную заготовку в виде такой длинной шпильки согнутой пополам и при этом отчеканью с двух сторон это была очень распространенная монета и отзвук вот этого названия ларины мы сейчас видим на двух крайних пределах некогда большого персидского мира то есть это такие пределы которые сейчас если скажешь что это пределы персидского мира там люди сильно удивятся это Грузия и Мальдивские острова и там и там денежные единицы называются там лари тут ларины монетный стандарт во время правления Смаева первого снижался несколько раз но различный темп монетных реформ при Исмаиле первом в западной и восточной монетной зоне усилил их различия между собой золотые ашрафи при Исмаиле первом чеканились преимущественно в весе венецианского цехина или все то же самое египетского ашрафи но уже к концу правления стандартным весом становится низка 4,6 грамма еще одна характеристика правления Исмаила первого это то что во время его правления дизайн золотых серебряных и медных монет устанавливался самостоятельно на каждом монетном дворе так что объединить выпуски можно только не по текстам которые на них нанесены а по следованию тому или иному весовому стандарту при преемнике Исмаила первого тахмаски первым сохранялись как различия монетных стандартов сформировавшихся уже крупных денежных зонах запад восток а также мазандеран сузыстан и лар так и различная динамика изменения монетных стандартов в каждой общегосударственная монетная зона до 1560 года сохраняла разделение на западную и восточную подзону и объединение их произошло в 1568 году серебряная монета показывает собой пример новой монеты которая была выпущена в 1570 году для всего государства и с этого же времени в монетных текстах появляются персидские фразы как вот на этой монете например мы видим ее начало начинает как хуламы алейбин абиталиб алейху ассалям шах тахмас то есть раб алейбин абиталиба хулам во время длительного правления тахмас 101 монетный протокол также не был унифицирован и пространная титулатура шаха варьировалась от двора к двору и от года к год вес шахи при тахмас 1 претерпел 6 стадий снижения в западной подзоне 4 восточной в итоге пройдя путь от 8100 нохудов до 2300 нохудов туманных вот в последнем арте как раз отчеканина верхняя монета и она в 4 раза легче первых монет его отца и это произошло за 70 лет такая девальвация помимо шахи чеканились его фракции половинки четвертинки пятые части десятые части и монеты кратные 20 динарам убийств в конце 1570 годов произошли важные изменения в монетарной политике государства когда шах расширил свое право сика на медные монеты независимо от места чеканки фулусы типа того что представлен внизу на слайде стали нести один и тот же дистик это будет проклятие бога на том кто изменит курс шахского фулуса легенда это содержит прямое указание на то что это на шахский статус потому что они названы фулусы шахи и запрет на изменение их курса под страхом особого проклятия лаанат которое произносилось на общей молитве и которому традиционно проклятию предавались первые три халифа также аиша которая выступила против алии и так далее соперники алии это особый ритуал старые медные монеты также сохранялись в обращении и валидировались с помощью чека на кадре шахи или фулусы шахи и так далее важные изменения монет в деле произошли в очень кратковременное правление Исмаила II во-первых производство монет стало еще более централизованным число монетных дворов вообще уменьшилось сколько будет западные восточные монетарные подзоны были упразднены и был введен единый монетный тип для всей страны после значительной задержки с выпуском новых монет в течение которой Исмаил II колебался с выбором монетного текста а зарабы при этом настаивали на обновлении монет и получении от этого прибыли шах заменил самый важный и постоянный атрибут исландских монет символ шаха персидским дистихом посвященным имаму Али он приведен на этой серебряной монете хотя есть имама от востока до запада Али и его семьи нам достаточно такое нововведение официально объяснялось желанием предотвратить попадание шахады в руки неверно однако в нарративах более распространено было другое объяснение основанное на благосколности шаха к суннитам в ущерб шиитам выпуск медных монет также остался в руках шаха но текст на них изменился вместо дистиха типа который упоминал проклятие Лана на каждом монетном дворе выставлялась собственная надпись которая содержала имя шаха или его поэтический псевдоним тахалус который звучал как адель вот например на гянджинском фуусти был написан дистих на этой стороне не пардон на той которая справа был дистих взятый дистих взятый в неизменном виде из пятерицы низами гяндживи многомудрого сердца он людям оставил чекан и указ правосудия на этом чекане был дан в котором в этом дистихе обыгрываются омографы правосудия и псевдоним шаха адели ну датировка медных монет вот выпущенных правлений с моего второго их известно не очень много она могла быть на удивление ретрограмм словами вместо цифр как на этом гянджитском экземпляре ну и вот еще можно обратить внимание на те самые лакобы монетных дворов о которых мы говорили вот здесь обе монеты приведены на обе монеты на обеих монетах монетный двор указан с лакобом это например дар муахидины то есть место пребывания единобожников для козвина и касратадашд для гянджи то есть замок в поле для гянджи но Исмаил второй процесс совсем недолго и после его смерти на престол был возведен его брат слабовольный и набожный Мухаммад Фудабун он отменил конечно радикальные нововведения Исмаила второго вернул шиитскую калиму на монеты и уже это сохранялось до конца правления Сифиби однако он не увеличил числа монетных дворов и сохранил медную чеканку в собственных руках возобновив использованные легенды с проклятием ланат на фуусах во время всего правления Мухаммада сохранялся серебряный монетный стандарт введенный еще при его акцеп но при этом наибольшую долю среди выпущенных монет стал занимать номинал 100 динар как представлены здесь на серебряный верхний монет единственная монетарная зона во всем Иране оставалась неизменным и только зона Мазандерана и Ларина сохранили свою автономию в последние годы правления Мухаммада Худабанда казна очень сильно истощилась что было вызвано серьезными внутренними конфликтами и войной с Османом в результате которой в 1585 году был даже потерян столичный Тибриз такое неустойчивое состояние государственных финансов усугубилось из-за опять-таки неудачной хоросанской кампании и отразилось в итоге на монетном деле вызов появления простых изготовлений начеканных монет типа представленных и верхней и нижней обычно при начекании использовалась фраза адле шахи то есть законные шахи зачастую она сопровождалась указанием года монетного двора как на представленных монетах где одна относится к Астрабаду а вторая относится к Казлину ну наследником Мухаммада Фадабанде стал совершенно конечно другой по складу своего характера человек знаменитый Аббас Великий при котором сифивитская держава достигла пика своего могущества он сохранил прежний монетный номинал прежний монетный стандарт 2400 находов и уже на следующий за своим воцарением год в 1588 году Аббас первый стал чеканить новую монету в 4 шахи в 200 динаров весом на тот момент 922 грамм которая в дальнейшем стала называться по его имени Аббаси после 20-летия Аббаси стал самым распространенным номиналом в Иране и в прилегающих регионах а само название до недавних пор бытовало на Кавказе и за Кавказе в отношении 20-копеечной монеты шахада на монетах Аббаса первого продолжала писаться строгим почерком Насх как мы видим на вот этой монете на верхней монете но для дистихов оборотной стороны монеты или вообще для самой легенды оборотной стороны монеты начал использоваться уже парящий рукописный почерк на стали обычный для переписывания стихов использование такого сочетания почерков на двух сторонах монет стало классическим для всего последующего сиферитского нумизма надо сказать что сближение дизайна и оформление монет с популярными персидскими поэтическими сборниками диванами при шах Аббасе углубилось максимально после появления на монетах персидских густишей таллиграфия и принципы книжной иллюстрации стали значительно влиять на оформление монетного поля последнее заметно изменилось вот тот хоррор вакуи страх перед пустотой и тот плотный текст на схему который мы видели на монетах например того же самого Исмаила Исмаила второго и Тахмаспа и Исмаила он сменяется коротким очень разряженным текстом написанным на сталиком на фоне спиральной арабески она вытащена подложка и выделена отдельно сам краткий текст приобретает рамку как и обрамление каллиграфических листов до этого рамки не было на монетах и как обязательно такую же рамку имеет и восточный сад заполненный цветами и имеющий центральную точку в виде павильона ту же самую центральную точку мы видим в из-за подложки монет именно к ней закручивается или раскручивается текст который читается фокус нашего внимания направлен именно к центральной павильону либо к центральной точке это либо к центральному цветку вот в этой композиции которая на каллиграфических листах монетная легенда при шах-аббасе отражает победу персидского языка над арабским сам аббас первый из всей прежней пышной титулатуры сохраняет только один титул персидский титул шах на протяжении всего его правления употребляется только одна лаконичная пиеративная ничижительная легенда как на монете верхней аббасе бандее шаха вилая аббас раб владыки святости замена имени шаха эмитента эта фраза использовалась на монетах в течение 120 последующих интересное нововведение происходит в это время в Кузистане это регион который находится в так сказать верховье персидского залива и пограничный с османами с одной стороны и очень активный в торговом отношении с португальцами и другими европейцами с другой стороны вот в этом регионе в Хувейзе при шаха аббасе на монетных дворах даурак Хувейза и на других начинается чеканка монет в 100 динаров то есть в два раза меньших чем аббасе но совершенно особого дизайна в них в центре их лицевой стороны помещается окончание шаха али вали аллах тогда начало ну и собственно вся вынесена в край круговую легенду такой акцент в монетной легенде в отношении имама али способствовал особому отношению к этим монетам среди как шиитов так и среди гулатов гулаты это крайние шииты обожествляющие али и среди последних была распространена легенда что эти монеты были отчеканены реинкарнацией али шахных медов которая по всей видимости стала причиной их названия мухаммад благодаря почтительному отношению к этим монетам ну во первых к монетной легенде и уже опосредованных мухаммаде Хувейзе приобрели совершенно особую славу в Иране породив в дальнейшем массу легкопробных имитаций допущенных в денежное обращение в целях сохранения серебра внутри страны поскольку мы помним что серебро из-за отрицательного торгового баланса серебро и золото полностью уходило в Индию в коде централизации государственного направления при Аббасе первом произошло упоредочение монетного производства значительно опять-таки сократилось количество монетных дворов практически до 15 продолжилась шахская медная чеканка однако зоны ларины и мазандаранские танки сохранились чеканки золота при шах Аббасе практически не было в 1596 году Аббас первой проводит успешную реформу снижая монетный стандарт на 8% что по всей видимости сопровождалось обязательно перечеканкой старой монеты поскольку вклады показывают малое отсутствие дореформенных монет по сравнению с по реформе в 1617 году при Аббасе первом происходит реорганизация техники чеканки серебряных монет они становятся гораздо более аккуратными по всей видимости это связано с обновлением технологических схем как это делал это привело к тому что локальные различия в весе и качестве были минимизированы и что особенно важно для нумизматов даже на маленький экземпляр стал попадать полностью весь штейнг надо отметить что в Иране существовала директивная переделка импортированных серебряных монет в персидские деньги на ближайшем монетном дворе все купцы должны были сдавать ввезенное серебро и уплатив соответственно некоторую сумму получать обратно иранскую монету несмотря на это европейские путешественники этого времени отмечают обращение в Персии достаточно часто и в больших количествах европейских серебряных монет в первую очередь это был голландский левендаллер который назывался осланник то есть левины и испано-американская песо это испанский эдвар во время шаха Аббаса первого медная чеканка осталась исключительной прерогативой шаха но привело это к тому что поскольку курс медной монеты не менялся она практически перестала обновляться от всего правления Аббаса первого нам известно только 3-4 типа медных монет все они именные все они подписаны именем шаха Аббаса например вот эта медная монета на которой нет монетного двора написано просто шаха Аббас при наследнике шаха Аббаса при сифе первом дизайн монет продолжал оставаться в русле персидской рукописной культуры монет на десятих на них остался персидский на сталик оказал влияние на дизайн обоих сторон монет теперь даже и шаха дописалась на сталиком и в первых своих выпусках сифи первой использовал монетную легенду шаха с соответствующими изменениями то есть сифи раб владыки но чуть позднее в том же году в первом году своего воцарения он стал другую монетную легенду от души своей он раб шаха сифи которая содержала отсылку к тизайненому основателю династии шейху сифи дину ардебили эта легенда использовалась на всех последующих монетах сифи первого число монетных дворов при сифи первом осталось такой же но была произведена ликвидация при Каспийской монетарной зоне и постепенный процесс отмены локальных стандарт в зоне лара по всей видимости было приостановлено прекращено производство ларинов с ларинами сложно их всегда трудно датировать поскольку на них помещался лишь небольшой кусочек монетного штемпеля и вот только в Мухаммаде локального типа с текстом али-вали-ла как на нижней монете регулярно чеканья есть в Хузистане один из них представлен внизу и начиная с 1630 годов к местным правителям возвращается право Хаказа последний фулусу с именем Сефиперова от чеканья в Тифлисе датируется 1629 31 годом скорее всего один представленный на верху это довольно редкий момент а уже с начала 1630 годов возобновляется чеканка анонимных фулусов на монетных дворах по всему Ирану и все они типа вот этой нижней монеты несут на себя так называемый короткий монетный протокол легенду зарбе фулус чекан фулус в сочетании с названием города и годом выпуска на лицевой стране и какой-то анималистический растительный или религиозный сюжет на обратной стороне вот видимо по всей скорее всего в начале правления Сефиперова происходит возвращение местным правителям права Хаказар которая в свою очередь сопровождается с двухкратным уменьшением веса счетного динара вменных монетах сын Сефи первого аббаса второй в начале использовал ту же самую монетную легенду что была видна его прадедом аббасом первым и она получается та же самая поскольку имя такое опять-таки аббас раб владыки святости но уже через два года он меняет пиеративную легенду таким панигерическим двустишем штемпель Сахид Керани выбил с помощью бога аббас второй в нем аббас второй впервые среди сефивитских правителей называет себя Сахид Керан это такой особый эпитет он употреблялся впервые у Тимура этот рожденный под счастливым совпадением звезд а свою монету соответственно называет Сахид Керани как в дальнейшем стали называть вообще всякую государственную монету смена аббасом вторым пиеративного текста на такой возвышенный стих составила новое направление в развитии монетных густишей и впоследствии оба стиля монетных легенд сосуществовали и можно сказать конкурировали до конца правления сефивит при аббасе втором к традиционно чеканившимся номиналам была добавлена монета в пять шахи как вот представленная в источниках она называется пятишаховой аббасе в мематической литературе чаще она называется панч шахи наследник аббаса второго сефи второй продолжил чекан в прежнем монетном стандарте что отразилось и в его монетной легенде провозгласившей неизменность денежной политики со времен его отца после смерти аббаса второго сефи выбил штемпель сахиб как бы ничего не изменилось золотые монеты семьи сефи первого неизвестны по видео мы изменили тяжелые монеты в 20 шахи выпущенные впервые в сефивитской истории вот этот прекрасный образец на верхнем фото эти монеты а также другие крупные номиналы 2,5 и 5 шахи характеризуются исключительно высоким уровнем художественной каллиграфической работы что подчеркивает их какие-то по всей видимости совершенно особые цели использования но вот после того как в 1668 году сефи меняет свое тронное имя на Сулеймана на монеты возвращается уже ставший классическим действием Сулеймана Владыки Святости как еще со времен Аббаса I и он используется до конца его правила от имени уже Сулеймана в эсфагане козвине регулярно выпускались тяжелые серебряные и золотые презентационные монеты и золото чеками из гизерика образец очень большой монеты в 20 ашрафе чеками в эсфагане в 1685 году в правлении Сулеймана в Иране происходит окончательная минификация монетных систем прекращается чеканка ларинов и только Мухаммаде Хувейзе или же их имитации продолжают выпускаться до конца правления по всей видимости эти имитации выпускались в разных городах Ирана в течение длительного времени после прекращения их чеканки в самом Хузистане имитации отличает очень грубое исполнение имитация представлена внизу справа это скорее всего чеканка в меде блокированные серебром отличает на 10 и более процентов очень плохая каллиграфия но какой был в этом смысл в разрешении производства в разрешении обращения таких имитаций дело в том что имитация этим будучи плохими деньгами в смысле закона Коперника Грешина составляет большинство наличной массы и таким образом приятел въятию хорошего серебра населения купцами которые охотились за ним и в первую очередь индийскими купцами с этими Мухаммади связана интересная история судя по нарративам как раз при Сефе втором была проинспектирована шахская казна и как пишется почти все монеты в ней кроме монет Хувейз оказались значительно легковеснее стандарта что как мы понимаем идет вразрез с мизматическими данными когда мы видим именно монеты Хувейз гораздо более легкие чем все остальное а по отношению к остальным типам мы не знаем никаких имитаций или подражений но как мне кажется объяснить такое несоответствие надо тем что таким образом сефевитскими властями ретроспективно узаканивалась легенда о некотором исключительном качестве монет Хувейз что нужно интерпретировать как попытку официального объяснения их многовековой популярности мы переходим к Шах Султану Хусейну это последний можно сказать полновластный правитель сефевитского государства однако его правление сопровождалось довольно тяжелыми внешнеполитическими событиями страна подверглась одновременно Закавказья и иранский Азербайджан подверглись османской оккупации при Каспии подвергся русской оккупации а сам Султан Хусейн был последний год своего правления он в общем-то застал разграбление своей столицы из Фагана афганцы поэтому уже в самом начале своего правления Султан Хусейн вынужден возобновить чеканку золотых монет для финансирования вот этих вот не очень успешных военных действий против афганцев вообще тяжелое экономическое состояние страны которая последовала за афганским и османским вторжением сократила число подконтрольных Султан Хусейн монетных дворов до немногим более 10 монетный стандарт естественно из-за политических событий несколько раз снижался с 1900 находов в тумане до 1400 осада из фагана афганцев в 1722 году привела к появлению еще более легкого стандарта 1200 на худо в дополнение к обычным номиналам прямоугольному панч-шахи который ой пардон показан вот здесь вот наверху в дополнение к прямоугольному панч-шахи к аббаси саддинару и шахи чеканились и крупные монеты в 10 и 20 шахи несущие на себя особые десяти как например нижние монеты они опять-таки отличались замечательной каллиграфией и мастерством выделки самой монеты ослабление сифивитского государства в конце правления султана хусейна привело к изменениям в организации монетного дела о которых мы совершенно ничего не знаем в нарративе но которые очевидны из-за анализа самих монет во-первых в медной чеканке обособилась продукция тифлиса монетного двора тифлиса на которой с 1708 года по-грузински стало писаться имя грузинского царя или регента картлийского царя или регента а среди общегосударственных серебряных монет выделились выпуски Еревана Нахичевана Тифлиса Тибриза и продуктивных монетных дворов с 1712 и 1722 на которых были помещены дополнительные знаки это цифры цветки кресты вот как например на вот этом панчахе цифра 4 возможно некоторые дифференты местных глав монетных дворов во время правления Тахмаспа 2 использовал монетное двустишье Аббаса 2 с заменой имени на свое однако на некоторых монетах он писал фразу еще Аббаса 1 раб шахи святости Хусейн 2 а также вернул имена 12 имамов в краевую легенду вот мы видим это например на большой презентационной монете и на вот этой монете на маленьком Аббасе Казвина тоже в краевой легенде именно 12 имамов во всей видимости преследует таким образом цель консолидации вокруг себя шиитских сил противостоя суннитам османцам и афганцам афганцы занявшие Иран в 1723-30 годах чеканили монету мало отличавшуюся от сифивитской за исключением выставления суннитской шахады на лицевой стороне то есть Али Вали Алла была естественно опущена в свою очередь османы которые оккупировали за Кавказь и Азербайджан в 1722-35 годах чеканили здесь золотые и серебряные монеты османского дизайна с султанской тугурой с обозначением монетного двора в данном случае тифлис но они чеканились в местных номиналах и в местном монетном стандарте в Иранске русские войска в свою очередь находившиеся в 1722-32 годах в Прикаспии начеканивали двуглавым арлом персидскую медную монету преодолевали тяжелые последствия османской и афганской интервенции Тахмаски в 2-й плане 1720-х годов предоставил право Хакизарп двум своим военачальникам это успешно сражавшийся в Армении против осман Давид Бек который начеканивал контрамарки вот с такой саблей медной фулусу и своему полководцу Надиру который выбил в 1729-м году афганцев из Фагана Надир выпускал в Харасане и Мазандеране золотые и серебряные монеты с примечательным двустишьем из Харасана штемпель поставлен на монету с помощью Божьей да пребудет победа и содействие Шаха веры Али Ризы бин Мусы то есть в этой легенде полководец султан Хусейна вообще не упоминает имени Шаха такое построение по сути анонимной легенды сложило традиции анонимной чеканки серебряной и золотой монеты которая была принята воспринята уже последующими некоронованными правителями Иерарха в итоге свергнувший Тахмаз по второму Надир выпускал первое время монеты с именем его сына марионеточного Шаха Аббаса Третьего малолетнего но а уже после собственной коронации на Курултай в Муганской степи в 1735 году выпускал монеты со своим именем на этом собственно заканчивается сифивитская начинается афшаритская нумизматика но за убийством Шаха Надир Шаха в 1747 году активизировалось противоборство кланов афшаритов и зендов которые короновали отпрысков сифивитов по материнским линиям это еще несколько имен которые видны по монетам это сам Мирза Сулиман второй Исмаил третий и Хусейн второй и несмотря на то что дизайн монеты продолжались сифивитские традиции с некоторыми нововведениями там появился центральная карта шанса упростилась титулатура появились бенедикции опять однако фактически монетарная политика этого периода отражала уже интересы реально правящих афшаритов и зендов и больше связан уже с последующим периодом на этом я закончу свое выступление спасибо спасибо Александр Владимирович за такой детальный подробный обзор ситуации в сифивитской нумизматике ну что коллеги пожалуйста ваши вопросы в порядке живой очереди ну вот у меня один маленький такой технический вопросик возник слышно меня да значит вот Александр сейчас вот когда делал литературный обзор источники каталоги не упомянул работ Робино в общем-то довольно известные работы там и каталог есть и так сказать статьи в чем причина почему или просто так сказать не суть важна нет работу я его упомянул вот я пропустил да я упомянул Гиацинто Робино де Боргамале вот я его упомянул он один из пионеров сифивитской нумизматики несомненно и его книга наряду с книгой Реджина Льда Стюарта Пуля сохраняет свою актуальность несмотря на уже почти столетие которое нас отделяет от них вот альбом его также да в общем хотя конечно что касается монет в общем мы их уже знаем и из других источников тоже много больше да понятно а так его книга она замечательна вниманием к таким тонкостям и дело в том что он сам был еще в 30-х в 30-х годах он был и в Персии и в Турции и сам застал многие вещи и при этом был хорошим многие вещи которые сохранились при этом он был хорошим знатоком Персидского и Турецкого так что его работа очень ценна и мне очень понравилось конечно что вы в своем докладе задели некоторые вопросы в общем-то связанные не столько даже уже с самой нумизматикой сколько с нумизматическим художественным оформлением монет дело в том что обычно этому ну как-то не уделяют внимания вот это нумизматическое искусствоведение оно даже не в зачаточном состоянии сейчас в мире находится и практически никто им не занимается я пытался тут какие-то так сказать тоже начальные основы изобразить этого дела но не все так просто вот на это тоже нужно время выделиться вот но это вот очень интересное тоже направление вы его так коснулись в основном где-то там в конце практически уже описание монет вот но это вот важный так сказать нюанс его если раскрыть то может быть там выйдет еще какая-то дополнительная информация не только так сказать связь значит монетных легенд с поэтическим прошлым Ирана ну да я тут как бы кратко чтобы отдельно рассказывать много как это все происходило почему это так важно в иранской мусульманской культуре что такое сад это рай вот огороженность сада это тоже определенная семантика во-первых рай один из райских садов это фердаус фердаус это парадис а парадис это парадайса то есть то что внутри ограды то что имеет ограду это греческое слово парадис это заимствованно из иранского парадайса вот это очень очень такой сложный и сложный концепт который проникает через всю культуру ближневосточную сад это совершенно что-то отдельное обособленное от необработанной рядом находящейся какой-то территории то как он организован то что в нем значит то что он нет он не такой как европейский сад европейский сад наоборот сходит к тому что в нем разворачивается от центра разворачивается к окраину композиции в восточном саде наоборот все сходится в центральный павильон и вот этот мотив ислеми который есть который хорошо появляется именно на монетах аббаса первого он известен чуть и раньше на индийских монетах но там он не такой четко артикулированный там просто как бы разбросаны веточки и разбросаны цветочки а вот здесь появляется именно спираль и вот эта спираль она тоже задает определенные во-первых она делает изображение двуслойным появляется слой текста и слой подложки и она задает вот этот очень важный в исламской культуре то что академик смирнов называет переход то есть вы сначала смотрите на один слой изображения потом у вас переключается зрение вы смотрите на другой это задает во-первых медленное обращение с этим предметом то есть медленное чтение взять и прочитать это нужно как бы чтобы все увидеть на ней нужно остановиться нужно это делать медленно то же самое мы знаем в мусульманских орнаментах в исламских орнаментах которые основаны на например на куфическом на квадратном в которых надпись сделаны одним цветом вставлено в другой цвет и вам нужно переключать свое зрение от одного к другому и от одного слоя к другому и это очень часто делается на маленьких предметах например чаще на маленьких надписях чаще всего например обыгрываются конечно имена Мухаммад и Али которые друг в друга вставлены их надо просто зрение дальнее ближнее переключать чтобы видеть это на одном и том же рисунке но в больших надписях более пространных тоже фон он не просто фон вы можете его только смотреть можете надпись смотреть это определенный прием который присущ высокой развитой художественной культуре ну и текст конечно то что появляется на Сталик на Сталик невозможно писать длинные тексты он очень такой разряженный протяжный парящий он требует много пространства вокруг себя чтобы его здесь выстроить поэтому меняется и легенда вот тут много всего происходит но и еще один момент интересный что может кто-то обратил внимание но вот этот образец каллиграфии 16 века то есть эти стандарты они долго существуют и до того момента как они перейдут на монету они уже не просто зародившиеся не просто какая-то новелла а это уже часть культуры только после этого она переходит на монету проходит 250 лет например несинхронно первым сначала появляется в книжном деле то же самое мы видим вот со следующей стадии развития монетного оформления когда появляется медальон центральный привески к нему они тоже известны рукописи но опять-таки их отделяет от них почти 200 лет то есть сначала это опробируется входит в культурную норму становится общепонятным а потом это появляется каким-то образом на монете и еще один аспект что все эти вещи довольно хорошо описаны искусствоведами у них есть своя терминология местная и персидская и арабская и тут мы сталкиваемся с таким вопросом в каких терминах вообще описывать монету оставаться так сказать в европейских терминах и писать там картуш рамка и что-то еще или говорить там ислеми значит арзия для свободного поля шамсе для центрального медальона и так далее здесь вот как раз это довольно просто поскольку у нас все-таки культура европейская мы остаемся в европейской части чтобы нас понимали все остальные у нас ведь на самом деле на востоке не так много нумизматов которые все это дело понимают в основном коллекционеры специалистов то мало в основном основные они англоязычные немецкие американские какие хочешь французские вот и русские даже китайские не очень вот таким образом поэтому оставаться надо в европейской и добавлять туда вот эту терминологию восточную которая требуется нам для описания которой нет в европейской в российской терминологии вот и все тут сильно вот если имя надо вводить это однозначно вопросов нет и вот у меня еще возник такой вопрос чисто практический тоже вот мы привыкли говорить про медные значит монеты фулусы иранские что это городская монета вот насколько это так или это в какой-то период только стало так да это только вот период который был до 1560-х годов и после 1629-го года до и после монета была действительно выпускалась в городе и обращалась в городе и его округи время ее обращение задавал местный правитель вот он мог в какой-то наврус ее обновить мог не обновлять никто не знает с чем он проснется на следующий день источник так и пишет из вид Крусинский так и пишет что никто не знает с чем он проснется после наврузок вот поэтому но с другой стороны это задавало высокий оборот для медных денег их никто не копил потому что это бессмысленно бессмысленно да вот и они постоянно находились в обороте и это смазывало экономику очень серьезно вот а в период с 1560-х по 1629-й медная монета была не городской она была вся либо именной как во время Шах-Аббаса и Шах-Сифи либо она прямо несла надпись что это фолусе-Шахи то есть шахский фолус если даже имени там Тахмаспа не выставлено но это шахский фолус и изменение его курса запрещено под значит страхом проклятия ланат и мы видим что эта практика привела к тому что медная монета не обновляется и она стала очень от всего блистательного управления Шах-Аббаса мы знаем там три медных и все понятно понятно все спасибо коллеги пожалуйста еще вопросы если есть возможность да пожалуйста Андрей Александр Владимирович вот вы упомянули такие слова имитации легковесные имитации разрешенные имитации это вот сразу на слух китайской нумизматики очень созвучные темы такие легковесные имитации при Аббасе первом вот я записал и разрешенные имитации это можно рассмотреть как новоделы а вот существовало ли такое явление как нелегальные имитации если оно существовало то находятся ли эти нелегальные имитации в кладах в забраниях музеев и существует ли по ним какая-то классификация если они в принципе существовали то есть фальшивки в ущерб обращению да есть такое явление да но не в ущерб обращению они составляли определенный Это были две системы, которые находились параллельно друг с другом. Нововыпущенные монеты в нормальном серебре. И вот эти, которые, например, снизу справа, то, что я называю имитациями Мухаммади, потому что они такие совсем страшные. Но это разрешенные имитации. Разрешенные. То есть легальные. Ну смотрите, их вкладах бывает вот в это время до 60-70% с одной стороны. С другой стороны, они покрывают всю территорию, где обращалась сефевитская монета. Мы хорошо знаем это про Закавказье, потому что только там клады хорошо описаны. Ну вот везде, где были сефевиты, везде находят эту монету. С одной стороны. С другой стороны. С третьей стороны мы знаем свидетельство письменного источника, который европеец, который говорит, что за серебряной монетой, то есть новоочеканенной, индийские купцы бегают и готовы покупать ее с премией до 6%. Но, видимо, это сопрягалось с какими-то трудностями, потому что на руках люди использовали вот эту монету. Вот эту страшную. Кто ее выпускал? Это вопрос очень сложный, потому что есть находка, уникальная находка, сделанная в Армении, в разграбленном погребении, в котором было 3 штемпеля. Два, даже нет, 5 штемпелей для трех монет. Для двух оригинальных и одна вот эта вот, одна Мухаммаде Хувейзе. Оригинальные отстоят по времени в Мухаммаде Хувейзе на 30 лет. Предположить, что человек в течение 30 лет сначала, ну, явно это был человек, который имел дело с монетным инструментом, да, скорее всего, чеканщик, который взял этим и унес с собой, и как бы их с ним в могилу и положил. Это нормально, так сказать, с его профессиональным инструментом. Предположить, что прошло между этими моментами кражи с монетного двора 30 лет, сложно. Более того, две правильные монеты, двух разных монетных дворов. То есть у него три штемпеля, пять штемпелей для трех монет, два парных и один одиночный. Трех разных монетных дворов, отстоящих друг от друга, как бы на 30 лет, если мы берем вот эту монету, выпускавшуюся тогда, когда на ней написано «да». А, скорее всего, это все выпускалось в одно и то же время и совсем в другом месте. И эти монеты навняют. Даже если вот мы посмотрим Зена, там нормальных монет, как вот наверху слева, гораздо меньше, чем вот таких вот. Это такой определенный показатель, срез. Это не музейные подборки хороших монет. Это вот то, что люди каким-то образом находят, выставляют и так далее. Плюс есть вот эта вот легенда, которая с ними связана, что, значит, наш Шах Мехмед обходил всю Индию и чеканил монеты от своего имени. Ну, здесь никакого Мехмеда, конечно, нет, но они от имени Али, потому что в центре написано «Али Валила». Ну, не от имени Али, но вот, так сказать, с подчеркиванием того, что они от Али. И этот Шах Мехмед – это реинкарнация Али. И они к ним совершенно особым образом относятся вот в этой середе гулатов. Например, у такой секты, как Ахли-Хак, это тоже одни из крайних гулатов, которые там верят в переселение душ, там обожествляют Али и так далее. При инициации подростка обязательно должна быть монета Мухаммад. Именно вот это. И это записано уже в 1950-х годах. Настолько это сохранилось долго. Так что, мое мнение, что эти монеты выпускались на официальных монетных ворах, но выпускались специально вот в таком виде, чтобы насытить повседневное обращение и предотвратить отток серебра из Ирана. Потому что это была огромная проблема. Понятно. Спасибо. Ну, то есть, это было как бы на негласном уровне разрешенный выпуск монеты. То же самое явление наблюдалось и в Китае в 19 веке. А вот чисто, грубо говоря, фальшаки того времени, их нельзя разделить, я так понимаю, да? То есть, фальшиво монетчество как явление, оно существовало там или нет? Ни для одного монетного типа, кроме вот этого, каких-либо необычных монет неизвестно. Если только мы не берем, например, там особые, далеко отстоящие монетные дворы, типа там Загема грузинского или там Дадьяна, который находился вообще на османской территории, там особая история, у них немножко кривые монетные выпуски, но это все объяснимо, это локальное. Локальные имитации, да, с определенных территорий, понятно. Да, это как бы локальная такая история. А для центрального Ирана и там и для, так сказать, сашевистского Закавказья, мы вообще не знаем никаких поддельных монет, кроме вот этих. Спасибо. Схожие темы просто поэтому, по сути. Да, в этом смысле у меня тоже схожая тематика с чаготайскими делами, как раз в конце, во второй половине 14 века, 760-е годы, вот, когда, собственно говоря, империя, это уже чаготайское развалилось государство, вот, и там всякие бучи происходили. И там тоже наблюдается очень любопытная вещь, когда почти со всех монетных дворов штемпеля свозятся в Самарканд. И там этими штемпелями в перемешку, как угодно, шлепаются монеты. Причем получается такая интересная вещь, правда, медные. Вот, получается такая интересная вещь, что с одной стороны там кеш написано, а с другой стороны Самарканд и так далее. В общем, вот таких монет очень много. Ну и самое интересное еще то, что для серебряных монет все-таки они растащили штемпеля-то по разным местам. И целая группа штемпелей была обнаружена в районе Янги-Таразы, это на территории Киргизии. Вот, там прямо, видимо, производство было. Ну вот тут трудно сказать, штемпеля-то подлинные, там сайрамские штемпеля, там самаркандские, бухарские штемпеля обоих сторон. Все, динары серебряные, там которые по 7-8 грамм весом, да? Вот, но в то же время там полно таких уродливых монет, в том числе и фантазийных, и, в общем, придуманных как-то. Ну, что-то там где-то что-то изображено, такое чагатайское, какие-то слова непонятные стоят. Вот, то есть, и вот трудно сказать, как это, подделки, не подделки, что это, кто это выпускал. Может, это уже выпускали после того, как чагатайцы все были раздолблены, значит, и там где-то на юге, значит, с Хусейном дрался Тимур, а здесь был разлад. Вот, и, в общем, вот ситуация какая-то непонятная вот с этими делами. Но, тем не менее, вот она есть, она с древних времен идет, видимо, и вот сифивитский иран. Типологически очень похоже, да, типологически очень похоже. То есть, появляется какая-то монета, которая вот обращается, причем, ну, понятно, вот всякий, кто берет в руку вот эту нижнюю монету, он понимает, что это что-то не то. Но ее в кладах там до 60-70%, причем рядом нормальные синхронные монеты. Ну, это вот ходячая монета, вот просто ходячая монета. Да, она ходячая, она стертая, там, вообще самая стертая, да, то есть, она очень интенсивно ходячая. Ну, раз она, возможно, раз она принималась каким-то образом обратно в казну, то чего ей не ходить? Да, вот именно. Все, что принимается в казну, все ходит. Все верно. Ну, это может быть еще не повсеместно, вот такие эти 60-процентные, да, вот состояние... Ну, мы, собственно, да, собственно, про Иран мы, конечно, не знаем, поскольку у нас там статистики находок нет. По окраинам. Очень плохо, да. А вот окраина, которая, ну, в общем, она не представляла что-то там гетерогенового по отношению к остальной части Ирана. Это были такие же провинции, как и остальные. Ну, можно считать, что это довольно-таки адекватно отражает ту же самую ситуацию, которая была и в Иране тоже. А по Зену мы видим, ну, откуда появляются вот эти монеты. Это совершенно не, так сказать, не с постсоветского Союза находки. Вот это и иранские, и ближневосточные там. То есть это действительно какая-то распространенная такая модель насытить денежное обращение вот такой монетой, хорошее при этом копится. Она в кладах также есть, да, потому что, ну, причем в кладах-то понятно, что ее даже больше, чем на руках, да, поскольку она, то, что она по закону уходит, значит, ее больше вкладится на руках. То есть, ну, как бы, все прям по закону все действует. Да, распространить влияние. Вот я смотрел тут дела с нумизматикой на полуострове Мангышлак, значит, там тоже есть такой островок недалеко от полуострова, и он довольно активно использовался, по-моему, в 18 веке, какой-то период времени. Здесь находка, я видел вашу работу, да. Да, да, да. Вот эти монеты, да. Да, да. Ну, что меня там больше всего поразило, что там где-то довольно много индийских монет танка, да, но самое-самое смешное, что 80, больше 80% их это подделки. Причем подделки, они серебряные, низкопробные, но все-таки без железа, без меди внутри. Вот откуда они там взялись, вот кто их туда приведет, где их делали. Вот совершенно непонятно пока. Но это через территорию Ирана проходило. Да, да, да. При Каспии и дальше на Русь. Это вот тот торговый путь, как потом мы знаем, что в Астрахани были индийские купцы и все остальное. Это все вот это вот торговля. Александр Владимирович, обратите, пожалуйста, внимание на вопросы в чате. А, секунду. Он у меня просто был скрыт. Ну, я, наверное... Там, я так понимаю, что есть какие-то комментарии. Вот, Лар, это как раз вот тот вот Лар, который я показывал. Это очень такая замечательная монетка. Я так понимаю, что чат доступен всем участникам, поэтому всем можно посмотреть. Вот эти Лары, это вот эти вот шпильки, которые Лари по-персидски. Лари-ны в европейской, у европейских купцов, такие очень замечательные монеты, заготовки, длинная проволока, согнутая вдвое и отчеканенная какими-то такими штампелями. Вот, может быть, специально для нее сделанными. Очень широко распространенные от... Ну, помимо самого Ирана, да, их находки известны вплоть до восточного побережья индийского субконтинента и Цейлон, соответственно, и так далее. Да, это вот они есть. Очень активно использовались европейцами как средство вывоза серебра из Ирана, собственно, Ирана. Так, сейчас я попробую посмотреть еще раз. Думаю, что... Так, цифры, не связанные с датировкой... Да. Так, значит, цифры, не связанные с датировкой и знаки креста, да, в окружности на монетах Хусейна. Последнее десятилетие Хусейна с 1712 по 1722 год в различных на пяти... Ну, вообще, к тому моменту у него оставалось всего 10 монетных дворов. Из них наполовину начинает появляться вот эта вот странная история с цифрами и с крестами. Цифры, эти знаки не переходят с одного монетного двора на другой. Если они повторяются два года подряд, то это один монетный двор. Вот. Это Тифлис, Ереван, Нехчван, Козвин и пятый, вот уже забыл. Вот. У меня такое объяснение, что это зашифрованная первая буква имени монетного... Главы монетного двора. То есть, например, если это 4, что по персиде Чао, то есть это кто-то на букву Ч. Если это 3, то то что С, это кто-то на букву С. Если это крест в круге, это на ереванских монетах. Ну, я могу это связывать с тем, что крест по-армянски хач. И, скорее всего, это связано с тем именем, который тоже имеет вот этот кабанет хач. То есть, наверное, это хачат. Ну, вот такие вот мысли. Как-то это по-другому объяснить пока не могу. Аналогии этому нет. Есть похожие знаки на османских монетах, несколько более ранних, но там буквенные. Там аббревиатуры из двух-трех букв. Вот. Они тоже не расшифрованы. Что это значит, непонятно. При том, что ситуация с источниками в османском языке гораздо лучше. У нас есть дефтеры по Константинопольскому монетному двору. И вот тут вот мы не находим, тем не менее, аналогии вот этих вот знаков. Как они могут соотноситься с там вот с именами стены. То есть, тут вопрос. Вот я как гипотезу могу только предположить, что это зашифрованные инициалы зарабашения, глав монетных дворов. Так. Фалс или филс в основном? Да. Фалс, то есть, в просторечии пул, как говорили. И, конечно, это самая дешевая монета. Это монета самого меньшего номинала. Но, опять-таки, интересно, что пул формально состоял из пяти динаров. И это самая маленькая монета. Пять динаров. А в росписях жалований и в росписях сумм, которые там, например, уходят от центрального дивана в какие-то области иранские, это то, что сохранил Таскерат Аль-Мулюк и то, что есть в руководстве Мирзина Генасири. Там суммы даны с точностью до данга. Данг составляет одну шестую динара, а самая маленькая монета – пять динаров. Вот что представляют из себя вот эти данги, которые физически все-таки как-то существовали, раз уж их отсылали, они как-то участвовали в торговле. Тут можно предположить только то, что было сделано в свое время Елены Абрамовны Давидович в отношении среднеазиатских медных монет, где она показала их, как она это называет, перегруппировки. То есть есть линейка номиналов в один год, когда вводится новый тип, предыдущая линейка, например, 4-2-1, она становится 2-1,5, то есть она уменьшается в два раза. Новые номиналы выстраиваются, как должны быть, а старые уменьшаются в два раза. И мы можем предполагать, что вот помимо пула, который самый маленький, все-таки в виде дангов фигурировали, наверное, вышедшие либо из своей зоны обращения медные монеты вот в данном регионе, они уже становились дангами, либо старые, которые обесценились. И они уже становились не только там одним динаром, но даже и там кратной частью динара данного. Но опять-таки, с другой стороны, странно, зачем с такой точностью записывать государственные расходы, с учетом того, что там те же самые источники пишут, что перед Факиром на площади была гора медных ствердых денег. Раз их ему давали, это что-то стоило, но, видимо, настолько мало, что у него была их гора. Но, с другой стороны, государство свои расходы ведет вот с такой скрупулезностью, что вплоть до вот таких вот денег. Вроде бы... Да, в чате это все вопросы. Коллеги, если есть еще вопросы какие-то... Да, Саш, я хотел спросить по поводу имитации Мухаммади. Вот это еще. Не случайно ли что-нибудь с отверстием здесь презентация была приведена? Очень она похожа на такие наши мордовки. И, может быть, какая-то часть таких монет могла использоваться для изготовления украшений, которые были широко распространены на Востоке вообще. Да, Жень, отличное наблюдение, потому что, действительно, большая доля этих монет и пробита, и с ушками, и вообще несет на себе следы тяжелой жизни. Такое вот от обращения или отношения сложно сказать. Мне, к сожалению, недоступны, например, закавказские какие-то комплексы с одеждой, чтобы посмотреть дистрибуцию этих монет среди нормальных на одежде. Не могу пока сказать, но действительно большая доля пробитых и с припаянным ушком свидетельствует о том, что у них жизнь была, наверное, еще дольше, чем то, что мы видим в кладах. Именно они потом еще обращались, потому что у них совершенно особый текст, и этот текст был очень важен. И этот текст мог идти как амулет. И именно выставление этой стороны вперед, вот как бы лицом, могло иметь определенный такой смысл. Да, спасибо большое. По нашему, со славой, опыту работы в разных музеях региональных, очень много встречаются таких элементов украшения костюма, где встречаются и, по-моему, эти, такие монеты могут быть. Ну, вот прям биться об заклад не буду, но вот некоторые иранские я видел, как в музейных коллекциях, так и в смонтированных на украшениях костюма. Да, вот это тоже может быть такой отдельной интересной темой для исследования. Я думаю. Да, я тоже сталкивался с тем, что на Востоке очень активно на женские украшения употребляли любые серебряные монеты. Золотые реже, но серебряные очень часто. И причем доходило до смешного. Вы, наверное, знаете мургабское владение наших императоров, да? Вот, в свое время Владимир Нилович Настич писал статью по поводу того, что император был вынужден людям, которые работают в его имении, там в Мургабе, был вынужден начать специальные монеты чеканить из меди, где написано 1 рубль, 5 рублей, 3 рубля, там и так далее. Вот. Почему это произошло? Потому что он платил серебром, они все эти серебряные монеты пробивали дырки и вешали своим дочерям на одежду. И им нечем было заплатить в лавке за еду, которую там, значит, для них делали. То есть им покупать не на что было. То есть вот такая вот восточная традиция. Но она, судя по всему, была везде вообще. И по Волжье все, и Иран, и Ирак, и Сирия, и Средняя Азия, и Пакистан, и Индия. Они все в этих самых, в огромных килограммовых спанцирях из монет. Поэтому тут... А дело в том, что вот эти серебряные монеты же, это же полноценные деньги, настоящие деньги. Серебро есть серебро, это сейчас он, железка, ничего не стоит. А тогда, ну, даже если она вышла из употребления, она имеет вес. А серебро по весу всегда имело цену. То есть это всегда были деньги. Так что тут, в общем, смысл понятен. Это тот еще такой момент, что обычно на украшения уходили монеты меньшего номинала, чем обычные, чем самые распространенные. То есть самые распространенные... Вот, во всяком случае, где развитая система номиналов, как мы видим, вот в сифилидское время, там 3-4 номинала всегда выпускалось. Самые распространенные и более тяжелые, они никогда не уходили на... Ну, очень редко уходили на монисты там или какие-то украшения. А вот те, которые мельче, они практически всегда, мы их находим с дырочкой. И вот эта монета, она в два раза меньше, чем самый распространенный в это время номинал. Потому что самый распространенный был Аббаси, который 200 динаров. А это 100 динаровая монета. Она, как даже в нормальном своем исполнении, в правильном, она была бы в два раза легче. А так она еще на 10% легче, как такая поддельная, как имитация. И еще более легкие монеты шахи тоже. Практически всегда мы их видим с пробитыми, с дырочками там или с ушками припаянными. Ну, правильно, если там 120 монет по, я не знаю, по 50 грамм каждые повесить на женщину, то бедная женщина. Ну да, 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 да. Позвольте вопрос, Александр Владимирович. Во-первых, огромное спасибо за доклад, очень такой содержательный. И, значит, у меня вот по этому же поводу небольшой комментарий. Если монета пробитая, если она пробитая, она весит, то что не теряет. Другое дело, она обрезанная, но, соответственно, номинал монеты как таковой не изменяется. Это первое. Попрошу прокомментировать. И второе. Можем ли мы предположить, что, может быть, на каком-то этапе, где-то, как сказали, специально фальшивки с целью, допустим, погребальных нужд для помещения их, соответственно, по конь, по могилу, использование в той жизни, значит, там, виденными монетами, там, на глазах, к примеру, плали, допустим. А также для использования, значит, для монистов, как таковых, вот о том, о чем мы сейчас говорили, что было бы рачительно использовать, наверное, монету, значит, ходячую из драгоценного металла, но можно было бы, допустим, и сымитировать ее, и поместить на, соответственно, костюм. Спасибо. Спасибо. Прошу прокомментировать. Да, ну, смотрите, конечно, пробитие монеты не меняет ее номинала. Другое дело, что, поскольку в сифивитское время не было обращения весового серебра, никто не завешивал отдельную, ну, то есть, это были случаи, когда, конечно, те же самые серафы завешивали монетой, чтобы проверить ее подность, да, но там обрезков у нас нет, и пробитие дырочки, оно не меняет номинала. Другое дело, что оно может выводить ее из денежного обращения, да, как, так сказать, монета немножко... Оскверненная, например, да. Да, потому что там все-таки шахата, значит, изображена... Возможно, да, но с другой стороны, мы видим монетные клады, в которых определенная доля монет пробита. Немного, но пробита. То есть, они все-таки сохраняли какой-то вот функционал как сокровище. И прятались вместе с нормальными монетами, потому что в этих кладах мы не видим чего-то там другого, да, мы видим монеты, часть, небольшая часть пробита, там, может быть, одна с ушками, к примеру, да. Вот, то есть, все равно определенная такая составляющая, что это сокровище, и что это благородный металл, она все равно оставалась. Что касается использования их для погребений, то тут сложно с этим согласиться, потому что уж больно их много, и не в погребениях они находятся. Вот, тогда бы мы их находили бы действительно вот в погребениях. У нас есть примеры, что найдено в погребениях. Там традиции закладывать деньги на мусульманском Востоке практически не было. Не знаю. Вот предметы, например, профессиональной деятельности, да, там, с корняку могли положить какие-то там щипцы или там какое-то скребло какое-то, вот. И это же могли изобразить на его надгродном памятнике. Вот этому монетному мастеру, судя по всему, положили его любимые три монетных, там, пять монетных штампелей, кому-то что-то еще. Деньги прямо так вот, ни в рот, ни на глаза, ни клави, не использовались. Ну, вообще, конечно, у мусульман запрещено класть какие-либо предметы, если ты настоящий мусульманин, и это мусульманское захоронение. Это очень хорошо видно по 13-14 веку, по захоронениям. Вот, и все эти монеты, они, как правило, относятся к погребениям степняков, тех, кто еще не стал мусульманами. Вот там есть монеты, там есть все. Значит, я в своей жизни один-единственный пример такой знаю, в смысле, примеров-то много, а вот пример, когда изготавливали специально монеты для погребений, это Волжская Булгария, 10-й век. Там делались для погребений брактеатики, отливались кофейческих дирхимов. Вот там, да, бывают и кошелечки с этими штуками, бывают и отдельные монетки, там просто отдельная вот такая лежит, вот специально сделанная для погребения. Отливали из монеты, она в два раза легче весом. Вот. Других я примеров не знаю, чтобы специально делали монету для погребений. Вот. Но использовать, да, использовать могли. На Кавказе, я знаю, два погребения есть с монетами Южных Сун. Значит, по одной монетке Южных Сун, значит, в погребении было. Вот. Ну, понятно, что они пришли с южной стороны, как раз вот через Иран, там, через Армудский пролив. Вот. Потому что здесь везде у нас в Средней Азии только Северный Сун. Ни одной Южный Сун здесь вообще и слыхом никто не слыхивал. Вот. То есть, вот, наверное, такое дополнение маленькое. Спасибо. Ну что ж, коллеги, есть ли еще вопросы? Тут вот есть еще вопрос в чате про пол и мост. Нет, это аммонимы. Потому что пол в значении мост, пол, это персидское слово. А пол в значении медная монета, это тюркское слово. И тюркское слово происходит от персидской формы фулус, ну и от арабской формы фулус. Вот. Как упрощение этой формы в разговорном языке. Причем в литературном языке и на монетах пишется только фулус. В разговорной речи он может быть пул, там, кора-пул, там, и так далее. Но с мостом это тут не имеет значения. Тут просто случайное совпадение. Хорошо, спасибо. Ну что, коллеги, завершая наше сегодняшнее заседание, я еще раз хочу всех поблагодарить за участие. Еще раз напомню, что наш нумизматический семинар сейчас берет летнюю паузу. В июле и в августе мы собираться не будем. Следующее заседание будет уже в сентябре, наверное, в середине второй половины сентября. Сейчас мы точно не знаем, кто будет нашим докладчиком. И поэтому приглашаем всех коллег как-то принять участие. Может быть, кто-то согласится сделать доклад. Доклад, тематика абсолютно любая. Мы подчеркиваем, что это может быть как непосредственно тема по нумизматике, так и смежных дисциплин, что-то связанное с нумизматикой. История коллекции, например, или это могут быть доклады искусствоведов, доклады историков, ненумизматов. Ну то есть мы пытаемся создать такую площадку для диалога специалистов между разными властями нумизматики, во-первых, и во-вторых, между нумизматами и ненумизматами.